МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Те тропинки, где идет только народ, все было прочищено, все своевременно. В округе продолжается уборка дворовых территорий от снежных навалов. Здесь представительницы прекрасного пола, но в то же время это сильные-сильные руководители. Владимир Волков поздравил представительниц Союза женщин России с главным праздником весны. Когда люди приходят и смотрят, одно и то же мне говорят все, кто видел, это все красочно. В картинной галерее проходит выставка картин Натальи Степановой. Мне главное, что я отобралась на первенство Европы. Это как бы основное... С выступлением довольна. В триумфе прошли всероссийские соревнования по грэппингу. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробности в сюжете. Одна из важных тем – благоустройство городского округа. В 2024 году будут проведены масштабные работы по постройке и реконструкции четырех зон отдыха. Особое внимание уделили новому парку «Дружба», прилегающему к озеру Черное. Не уходим мост, о котором давно просили жители. Этот пешеходный мост «Дружба», запланированный нами, соединит эти два субъекта и даст возможность комфортного и безопасного перехода. На благоустроенной территории со стороны Москвы появятся зоны для отдыха и развлечений, а со стороны микрорайона «Самолет». По просьбам люберчан запланировано устройство детских, спортивных зон, место для мастер-классов. За прошедшую неделю в управляющие компании поступило 42 обращения граждан. На совещании жилищно-коммунальные службы отчитались о подготовке к весеннему сезону. Чтобы избежать подтоплений с дворовых территорий, вывозят навалы снега. Кровли очищают от наледи. Основная задача для управляющих компаний сейчас – это избежать будущих подтоплений тех традиционных территорий. Проведен анализ обращений за 23 год, собраны данные со всех территорий, где подтопления случаются, и управляющим компаниям выдано задание на максимально полный вывоз снега с данных территорий. Также участники совещания прослушали доклад о планах в разделе образования. В 2024 году в округе введут 12 новых социальных объектов, 5 школ и 7 детских садов. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Нынешняя зима стала для коммунальщиков испытанием. Огромное количество снега, выпавшего в московском регионе, не позволяло расчищать придомовые территории быстро. Чтобы привести дворы в порядок, сотрудники управляющих компаний трудятся с утра до вечера. Подробнее расскажем в сюжете. Уходящая зима была снежной и суровой. Несмотря на то, что коммунальные службы обеспечены и рабочими руками, и спецтехникой, работать приходится в усиленном режиме. Эти дома в микрорайоне птицефабрика на балансе управляющей компанией содействия. Одна из крупнейших в Люберцах. Она обслуживает 406 многоквартирных домов и 117 дворовых территорий. Все тропинки, где идёт только народ, всё было прочищено. Всё своевременно. Они чистили день и ночь, слышишь, скребут, метут. Так что, так как у нас в этом году, да, нам природа дала снежку, такого я на своей жизни давно уже не видела. Сосульки чистили тоже регулярно, регулярно натягивали эти шнурки, эти красные, да, и только слышишь, долбят и долбят и долбят. Убирают входные группы и лестницы, тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, внутридворовые проезды, парковки и детские игровые площадки. Очищают от наледей и сосулек кровлю, вывозят из дворов снежные навалы. В плановом режиме убираем места складируемого снега и основной упор делаем на места, где возможно уже по опыту возможно подтопление. У нас заключен договор с Московским водоканалом на утилизацию снега, плюс договор заключен с организациями, которые осуществляют приём также складируемого снега. Уборка снега с дворовых территорий осуществляется ежедневно. Только силами управляющей компании содействия за сутки вывозят до 300 кубов. Прошла очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы Люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На этот раз собрание проходило в школе номер 28. Какие проблемы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. Алексей Куканов подошёл к блоку архитектуры. Дело в том, что жители улицы Вертолётной ждут начала строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадка для возведения уже подготовлена, но к стройке не приступили. В 2016 году купили здесь первую квартиру. Район нравился тем, что он будет бурно развиваться. И одно из обещаний застройщика и администрации, что здесь будет физкультурный комплекс. Вот пришёл задать вопрос, когда его построится. В текущем году мы начнём строительство ФОКа. Это будет ФОК с ледовой ареной. Самолёт уже подписал определённые обязательства с инвесторами. Соответственно, в конце 2025 года мы этот объект сдадим. Встречи в формате выездной администрации помогают люберчанам ускорить решение проблем. Результаты уже порадовали жителей дома 28 на улице 8 марта. Они добились установки шлагбаума на дворовой территории. В этот раз пришли с предложением по благоустройству. Благодаря участию непосредственно главы администрации были внесены изменения в локальное законодательство. И мы добились своего. Действительно, двор теперь принадлежит нам. Ну, не юридически, а фактически. В данный момент мы хотим согласовать проект благоустройства. Вот сейчас с головой общался, обещал содействовать. Ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Регулярно в городском округе экологи проводят рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства. Специалисты обследуют все промышленные зоны. Об одной из таких проверок в поселке Томилино расскажем в следующем сюжете Анастасии Кладиновой. Этот участок в поселке Томилино на особом контроле у сотрудников администрации и Министерства экологии Московской области. Компания купила землю для хранения складских контейнеров. Но при очередной проверке обнаружили отходы и навалы грунта. А разрешения на эту деятельность у собственника нет. По прошлому году Министерство экологии занималось этим участком. И собственнику земельного участка было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. По результатам повторного осмотра предписание не выполнено. В связи с этим принято решение об обследовании участка экспертами-экологами. Специализированная лаборатория отобрала пробу грунта для расчета ущерба, нанесенного компонентом окружающей среды. Нами проведены с Администрацией контрольно-надзорные мероприятия. Выявлены навалы отходов. В данный момент происходит отбор проб. По результатам отбора проб будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Окончательное решение по мерам административного воздействия будет принято по результатам анализа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Председатель Совета ветеранов городского округа Люберцы Юрий Орехов отметил юбилей. Генерал-майору в отставке исполнилось 85 лет. Уже по сложившейся традиции, почетный гражданин округа разделил свой праздник с друзьями, коллегами и единомышленниками. Подробности в сюжете. Генерал, поздравляем с днем рождения Южасаныча. Спасибо. Сегодня в Люберецком доме ветеранов большой праздник. Человеку, который почти четверть века возглавляет одну из самых значимых общественных организаций в округе, исполнилось 85 лет. Желающих лично поздравить Юрия Орехова, как всегда, много. Я не могу себе представить, чтобы в городском округе кто-то из руководителей организаций, общественных организаций, из людей, кто работает в системе государственных органов, в системе органов местного самоуправления, не знали вас. Вас знают все. Знают не только в Люберцах, а знают по территории Московской области. Владимир Волков вручил юбиляру медаль за заслуги перед городским округом Люберцы. Поздравления и высокие награды Юрий Орехов принял и от Совета ветеранов Московской области, Окружного совета депутатов, а также Московской областной думы. День рождения с юбилейным блеском. Это не просто блеск юбилея, это блеск славы тех лет, которые вы прошли. И я верю, что это блеск залит тех многих-многих дней, которые вы будете встречать. Он очень много отдал сил жизни своей служению в родине вооруженных силах. Но он отдал много сил служению в Бибрецком району, потому что если он не работал, он служил и служит до сих пор, Юрий Александрович. Служба вас приучила делать дело добросовестно, на совесть, делай все очень аккуратно, мудро. Я с гордостью говорю о том, что в наших рядах, в ветеранском сообществе в Московской области, есть такие люди, есть такие лидеры, есть такие маяки. Юрий Александрович Орехов вступил в должность председателя Люберецкого совета ветеранов в 2001 году. Сегодня это одна из самых больших ветеранских организаций в Московской области. В ней состоят около тысячи жителей городского округа. Генерал-майор посвятил авиации 32 года. Он настоящий пример мужества и преданности Родине. И сегодня, несмотря на возраст, продолжает свое дело. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Московской области реализуется партийный проект «Единой России за наших». Более 800 организаций и тысячи волонтеров со всего региона ежедневно помогают бойцам специальной военной операции. В их числе педагоги и воспитанники лингвистической школы городского округа Люберцы. За поддержку российских военнослужащих коллектив учреждения получил награду. Сразу при входе в лингвистическую школу размещен стенд «Наши герои». На нем фотографии пап учеников, которые выполняют свой воинский долг в зоне СВО. В этом общеобразовательном учреждении пять семей в ожидании своих защитников. И еще шесть в дошкольном отделении. Дети получают социальную поддержку от образовательной организации. Они пользуются бесплатным питанием, участвуют в кружках и мероприятиях по желанию родителей. То есть мама пишет заявление на тот или иной кружок в рамках дополнительного образования. Ребенку предоставляется бесплатное место. Помогать не только детям героев, но и им самим. С начала нового учебного года в лингвистической школе трижды проходил сбор гуманитарной помощи участникам СВО. Педагоги, школьники и их родители собрали более четырех тонн одежды, продуктов, медикаментов и средств личной гигиены. Мы общаемся с нашими коллегами в других городах, с другими главами, с какими-то просто нашими знакомыми. Все в эту работу включены. Нет ни одной территории, которая как-то осталась где-то в стороне. Нету, значит, соответственно, безразличных людей. Все понимают, разделяют. Все, конечно, ждут наших бойцов домой, чтобы все вернулись здоровые, в орденах. Конечно же, все семьи ждут своих отцов, сыновей. Поэтому мы не сомневаемся, что победа будет за нами, победа будет наша, все цели будут достигнуты. За активную помощь бойцам, которые находятся на передовой, Владимир Волков вручил грамоту коллективу лингвистической школы. Педагоги, в свою очередь, попросили еще одну награду – рассмотреть возможность установить в школе парту героя. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В канун 8 марта в музейно-выставочном комплексе за круглым столом Люберецкое отделение Союза женщин России встретились с главой округа Владимиром Волковым и депутатом МОСУБЛДУМ и Дмитрием Дениско. Там работала и наша съемочная группа. Такие встречи местное отделение Союза женщин России проводят регулярно. В неформальной обстановке идет обмен опытом и обсуждаются насущные вопросы. Но сегодня повод собраться особенный. Владимир Волков и Дмитрий Дениско поздравили с наступающим праздником и отметили заслуги Союза женщин в развитии Люберец. Здесь представительницы прекрасного пола, но в то же время это сильные-сильные руководители. Где вы находите время на все, на то, чтобы и оставаться такими очаровательными. Дома, конечно же, быт и семьи всегда ждут. На все хватает сил, времени. В Люберцах всегда были, остаются и всегда будут такие руководители, такие женщины. В преддверии самого главного праздника весеннего хочется вас поздравить, пожелать всегда оставаться любимыми, очаровательными. Чтобы вы были любимыми, чтобы вы были счастливы. Рядом с вами были близкие люди, которые всегда готовы прийти на помощь, всегда готовы разделить с вами и горе, и радость. За столом люберецкие врачи, учителя, деятели культуры, представители органов власти, члены общественных организаций, бизнес-леди. Весомый вклад в жизнь округа выносит каждая из этих женщин. В нашем союзе женщины разные, да, то есть объединяет нас то, что мы женщины, да. То есть у нас есть как и руководители крупных предприятий, руководители каких-то подразделений, есть женщины и просто домохозяйки, есть многодетные. Люберецкое отделение Союза женщин России начало свою деятельность в 2003 году. Сейчас в организации более 500 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылось швейное производство для нужд специальной военной операции. Чтобы работать в комфортных условиях, администрация округа предоставила помещение на Октябрьском проспекте. А благотворительный фонд «Нерушимая стена» закупил швейные машинки и материалы. Подробности в сюжете. Пока в этом цехе работают четыре швеи. Анастасия Кудашкина уже год помогает нашим бойцам. Когда узнала, что её труд может пригодиться, пришла не раздумывая. Это изделие называется тактический пятиточечник. Он защищает наших бойцов от холода. Они могут присесть на нём, могут разложить и даже принять положение лёжа. Если заменить вставки на кевларовые, то, возможно, даже защита от осколков. Из-за холодов очень большой спрос на эти пятиточечники. На один пятиточечник я трачу минут 20-30. А в день могут их изготовить до нескольких десятков. Производят здесь и носилки волокуши, покрывало с защитой от тепловизоров, эвакуационные струпы и мацк-халаты. Мы выпускаем непосредственно для ребят, для СВО, которые сейчас на передовой. Чем мы можем помочь? Это маленькая доля, чтобы мы сделали хотя бы открыть цех. И волонтёры, и, конечно, все, кто пришёл сегодня, кто нам помогает. Хочется, чтобы просто объединялись. Потому что для страны сейчас такая ситуация. И мы не должны быть в стороне. Оказать поддержку может каждый. Не осталось в стороне и администрации округа. Владимир Волков вручил благотворительному фонду сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение всего необходимого. Мы коллективом искренне желаем, чтобы все всегда были любимы, чтобы всегда оставались такими же очаровательными, красивыми. Пусть ваши мужчины носят всегда вас на руках не только 8 марта, один день в году, а вот от 8 до 8. Здоровья, счастья, любви, благополучия, всего самого доброго. Глава вручил волонтёрам букеты и благодарственные письма. За помощь и социальную поддержку военнослужащих. Помощь со стороны администрации будет продолжена. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во Дворце спорта «Триумф» прошёл большой концерт, посвящённый Международному женскому дню. Прекрасную половину человечества поздравили лучшие творческие коллективы, а также руководство городского округа. Но обо всём по порядку расскажет Богдан Колесников. Моя Россия, звёзды по небам синих, рождают сверхи царя с ней вдали. Моя Россия, светит неугасимо, цветок зари на дозерах любви. Дорогие наши любимые, очаровательные женщины, женщины Леберецкого городского округа, поздравляю вас с праздником весны, красоты, с 8 марта. Вы самые лучшие, самые добрые, самые отзывчивые. Нет профессии, в которой нет женщины. И, конечно же, это лучшая составляющая любого коллектива. Поздравляю вас с 8 марта, с вашим праздником. Всего самого доброго. Будьте самыми счастливыми. В эти дни вы услышите очень много красивых, лесных, симпатичных слов. Я вам искренне желаю, каждый из вас, чтобы вы это всё слышали, видели, и чтобы это было не только в день 8 марта, а как можно больше дней в году. Дай Бог вам здоровья, любви, благополучия. И будьте счастливы. Все слова и песни посвящены любимым женщинам весне и красоте. Звучат музыкальные поздравления от лауреатов с российских и международных конкурсов и фестивалей. Победитель телевизионного шоу «Голос 60 плюс» скульптор Александр Рожников признался в любви песней. «Женщина воздух», «Женщина вода», «Женщина радость», «Женщина беда». «Мне это счастье уготовил Бог». Дорогие люберчанки, от всего сердца, от всей души хочу поздравить вас с этим замечательным весенним праздником. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам крепких, сильных мужчин рядом. И пусть ваша жизнь будет сплошным цветущим полем. Дорогие наши женщины, поздравляю вас с праздником. С самым, наверное, замечательным праздником, когда все мужчины говорят вам комплименты, дарят цветы, чтобы ваши близкие мужчины всегда говорили вам хорошие слова, всегда делали добрые дела. Чтобы рядом были всегда надежные, крепкие, порядочные, благополучные, удачливые мужчины и выкупались в их солнечных и теплых лучах. Выступление бывшего солиста российской поп-группы премьер-министр Жанны Милимерова стало сюрпризом для жителей. Артист исполнил популярные песни из своего репертуара. В каждой строчке только точки, после буквы «М» Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел, сказать хотел. И вы! Еще разок всем вместе, друзья! Сказать хотел, и только лишь что, но! Выше руки все! Настроение прекрасное. В общем, считаю, что уже отпразднуло 8 марта. Вот! Очень рады. Такое удовольствие получили. Спасибо большое. Очень, очень большое спасибо. Прямо настолько вот пересать нельзя. Все ярко, очень все красиво. Это было очень круто. Спасибо большое организаторам с такой чудесной праздник. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. 8 марта – праздник, когда все женщины мира получают цветы. Люберецкие автоледи тоже не остались без внимания. Сотрудники госавтоинспекции и представители общественного совета при полиции провели традиционную акцию – вручили букеты тюльпанов женщинам за рулем. Эмоции обладательниц приятного подарка в нашем следующем сюжете. Вместо жезла букет цветово, вместо протокола поздравительная открытка. Сегодня в поле зрения стражей дорог только представительница прекрасного пола. Повод праздничный, но напомните о необходимости соблюдать правила лишним не будет. Держите. Спасибо. Это вам памятка небольшая. Спасибо. Чтобы все было без аварий, все было... Спасибо большое. Соблюдайте правила дорожного движения. Я сейчас стояла на светофоре и думала, мам, смотри, стоят нужны. И мы просто улыбаемся, мы всегда улыбаемся, здороваемся. Мы просто улыбались, ехали, потому что уже предпраздничное такое настроение. Но мы сегодня утром выезжали, и я говорила, интересно, будут ли женщин поздравлять в этом году, как каждый год. Настроение на целый день теперь. Это вообще все. Мы в шоке. Цветы для автоледи – ежегодная акция, которую проводят накануне Международного женского дня. Ее главная цель – подарить весеннее настроение и еще один повод для улыбки. Представительницы прекрасного пола не ожидали такого сюрприза от сотрудников госавтоинспекции. Реагируют положительно, позитивно. Говорят большое спасибо, поздравляют также сотрудницы подмосковной полиции Ливерецкой госавтоинспекции с праздником. Хочется пожелать, чтобы они нас радовали своими улыбками, здоровья, семейного получия. Самое главное – огромного здоровья. Луиса Егия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Представительницы прекрасной половины человечества принимают поздравления, цветы и комплименты. В городском округе этому празднику посвятили литературно-музыкальный фестиваль. На нем работали мои коллеги. Весне и творчеству все возрасты покорны. Участники фестиваля «Ее величество женщина» тому подтверждение. Представители старшего поколения из 18 округов Московской области собрались в Люберцах, чтобы поздравить друг друга с наступающим праздником и порадовать своими выступлениями. У меня сольный номер с песней «Женщины-все королевы». Как раз, мне кажется, очень подходит для праздничного 8 марта, которое скоро будет для того, чтобы поднять всем женщинам настроение, для того, чтобы все женщины почувствовали, что они в этой жизни действительно королевы. Гости и участники фестиваля – подопечные комплексных центров социального обслуживания и реабилитации, которые посещают отделения активного долголетия, спортивные и творческие кружки и секции, а также культурно-досуговые и общественные мероприятия. Хотелось бы как можно чаще, конечно, проводить такого масштаба фестиваля, потому что вся Московская область здесь задействована. Но запланировано на этот год три фестиваля такого уровня. «Сердие ярко, душа сердечная, красавиная, загадка вечная, всегда радушная и превосходная, как книга лятия, казачка больная». Уиза и Геосарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Несмотря на то, что до лета еще три месяца, окунуться в это время года можно уже сейчас. Достаточно лишь посетить персональную выставку Натальи Степановой. Уже в четвертый раз главный хранитель фондов музейно-выставочного комплекса презентует свои работы в картинной галерее. Но именно эта выставка особенная. Почему? Объясним в следующем сюжете. «Такой был неприятный момент в жизни. Была пандемия, был у меня ковид, была красная зона, была реанимация. И после этого у меня руки не работали в плане писать картины. И вот когда было дано задание сделать несколько работ на выставку «Портрет родного города» «400-летий Люберец». И первое, что я сделала, я пошла к своему любимому месту, это наш триумф, дворец спорта, и его написала». Убедившись, что последствия ковида творчеству не помеха, Наталья Степанова вновь взялась за кисти и краски после долгого перерыва. Следом за Люберецким триумфом на холсте появился красковский карьер. А потом поспела малина и земляника. Распустились яркие цветы. Все 34 картины из этой коллекции художница написала в прошлом году во время отпуска. Отсюда и название выставки «Воспоминания о лете». «Очень впечатлена выставкой для нас, скучающих по летнему солнцу, людей, живущих в Подмосковье. Эти картины пропитаны настолько светом, теплом, такое ощущение счастья, лето. Очень здорово, очень понравилось. Светлые, яркие, теплые картины». Все, что изображено на холсте, детали и героя, не плод воображения художницы, а то, что она видела собственными глазами. Порой для создания новой картины Наталье Степановой позировали родные и друзья. Очередной летний отпуск не за горами. И после него Наталья Александровна обещает новую коллекцию ярких красок. «Когда люди приходят и смотрят, и одно и то же мне говорят все, кто видел, это все красочно. То есть окраски у меня в душе. Я же вот у меня по жизни, вот есть, там даже я в тексте написала, что Высоцкая песня, что нам перефразирую, сейчас скажу, нам в награду за годы молчания обязательно будет звук. Вот у меня за годы молчания пошел свет». Луиса Эйгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Воспитанники детских садов, которым исполнилось 6 лет, могут участвовать в подготовке и выполнении нормативов ГТО. Наша съемочная группа побывала на занятиях физкультуры в дошкольном отделении 10-й школы. Как ребята проходили испытания комплекса «Готов к труду и обороне», знает Богдан Колесников. Этим мальчишкам и девчонкам сегодня предстоит выполнить нормативы ГТО. Первая ступень комплекса – самая простая, но она имеет большое значение для формирования физической подготовки и здорового образа жизни с раннего возраста. В рамках подготовки к выполнению нормативов ГТО первой ступени дети развивают координацию движений, силу, выносливость и гибкость. Мне нравится занять физкультурой. Я очень мечтаю сдать золотой значок. Я очень мечтаю, кстати, у меня еще одна тренировка есть в Тэквондо. Там у меня дома, уго, сколько уже медалей. Ну, не так уж много, но я очень спортивный, по правде. Сейчас в детском возрасте, мне кажется, очень полезна вот эта инициатива дать ребятам направление на физическое развитие. Сейчас этого не хватает. Мы уже в три годика начинаем приучать их к определенным и строевым упражнениям, и движению по кругу, и физические упражнения развиваем. И к семи годам они уже практически полностью готовы к школе. Испытаний нужно пройти несколько. Прыжки в длину с места, метание мяча, пресс, упражнения на гибкость, бег на короткую дистанцию, челночный бег и шестиминутный бег на выносливость. Такие упражнения затрагивают все группы мышц. Чтобы дети сразу были готовы к тому, что им потом в 11-м классе придется в 9-м и вообще в школе сдавать ГТО, мы сразу из дошкольного учреждения обучаем к тому, что нужно стремиться к чему-то лучшему, чтобы получить значок ГТО. Это первая ступень ГТО, 6-7 лет. И уже детки, которые сдадут нормативы на золотой значок, они его обязательно получат. Церемонию вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведут летом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На стадионе «Труд» в Малаховке прошел финальный матч первенства городского округа Люберцы по футболу. За звание чемпиона сразились команды Люберецкой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва «Звезда» и футбольного клуба «Красково». Подробнее в нашем следующем сюжете. Турнир по футболу стартовал в январе. В нем приняли участие восемь команд. В этой финальной встрече на стадионе «Труд» за первенство боролись детско-юношеские команды «Звезда» и «Красково». Обыграть всех соперников и сыграть главный матч зимнего сезона – большое достижение для обеих команд. Для футбольного клуба «Красково» давно уже не было хороших и серьезных результатов на уровне города. Сегодня, безусловно, попадание в финал – это успех. Ребятам уже по 15 лет. Это достаточно крепкие юноши, устоявшиеся коллективы. И главная задача, на мой взгляд, я думаю, что тренера поддержат – это максимальная концентрация, владение мячом, сохранять мяч, комбинировать, а не как часто бывает – просто игра вперед, так называемые бей-беги. Не нужно бояться, брать на себя инициативу, контролировать мяч, играть в пас. Для команд это не только возможность проявить спортивный характер и волю к победе, но и подготовка к областным соревнованиям, которые пройдут в мае. Это финал Переста-Люберезского округа. Игра за первое место, поэтому очень важен этот матч. Несмотря на результат первого тайма, будем бороться все равно за победу. В упорной борьбе со счетом 3-1 победу одержала команда «Звезда». Награждение победителей состоится в конце марта, когда будут известны результаты первенства по всем четырем возрастным категориям. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На главной арене Дворца спорта «Триумф» прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Грэплинг». В течение двух дней за призовые места состязались более 800 борцов из разных регионов России. За ходом турнира, который является отборочным на первенство Европы, следила наша съемочная группа. К этому дню спортсмены усиленно готовились. Если обычные тренировки проходят три раза в неделю, то перед этим турниром стали ежедневными. Соревнования по грэплингу такого уровня в Люберцах проводят впервые. Я знаю не понаслышке, уже очень давно, что в принципе здесь очень хорошая школа именно спортивной борьбы. Первый раз за историю нашего вида спорта грэплинга включили именно в состав, то есть первенство Европы. До этого у нас было только первенство мира. Несколько возрастов у нас на данном мероприятии участвуют. 18-19 это самый старший возраст. И 11-12 год рождения. 12 лет получается, это самый младший. Мы рады, что Федерация грэплинга России выбрала нашу площадку, одну из лучших в Подмосковье, для проведения соревнований такого уровня. В Люберцах у нас нет Федерации грэплинга. Есть ребята, есть секции, где занимаются. Но глава у нас за спорт, мы знаем Люберцы, территории спорта. И Владимир Михайлович прикладывает все усилия, чтобы развивалось как можно больше различных видов спорта, в том числе единоборства. Борьба проходила по определенным правилам с применением захватов, бросков, переворотов и подсечек. Спортсмены показали высокий уровень подготовки и зрелищные поединки, вырывая первенство за счет техники и силы духа. Давай, давай, давай! Давай! Давай, давай! Молодец! Хорошо! Мосс очень хороший, очень сильно переживал. Соперника увидел, все, что-то такое, мандраж, страх появился сразу же. Ну ничего, набрался сил, поймал на ошибки. Ну, забрал. Ну, мне главное, что я отобралась на первенство Европы. Вот. Это как бы основное. Повторно приглашаю. С выступлением довольна. Креппингом занимаюсь с самого детства, с лет шести. Вот. И потихонечку у нас как бы не сильно это развито. Вот. Мы первые в часе, кто… ну, клуб наш первый. Вот. И мы потихонечку с моим тренером шажочками маленькими идем. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда России. В мае спортсмены представят нашу страну на первенстве Европы, которое проведут в Греции и Азербайджане. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, у нас на сайте ЛРТ.ТВ. До свидания.